Блин, мне кажется, я в этой шапке похожа на гноба. Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый... Разбор на укулеле! И сегодня мы с вами продолжаем марафон новогодних разборов. На этот раз я научу тебя играть не самую популярную новогоднюю песню, но она такая потрясающая, она такая балдежная, поэтому я не знаю, почему она не такой шлягер, как Jingle Bells. Почему-то все это играют, а вот в эту чудесную песенку... Никто толком ее не играет. Почему? Поэтому я решила сегодня это исправить и специально для тебя разобрать ее аж в трех вариантах. Первый вариант это по песне, это то есть аккорды и там бой, всякие там дела. Второй вариант упрощенный фингерстайл, то есть мы будем сейчас играть по табам. И третий для суперпрофессионалов, скажем так, которые тоже фингерстайл, но уже в интересном варианте. Ну а перед началом разбора обязательно поставь свой лайк и подпишись на канал, если ты до сих пор не подписан, потому что у меня полно всякой полезности на канале. Ну а мы начинаем! И вот как оно у тебя будет выглядеть. Ёлочка, ёлка, лесной аромат, Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка в праздничный час Каждой иголочкой радует нас, Радует нас. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И сейчас рассмотрим вариант, где нам нужно петь и играть. Для начала разберем аккорды. Первый аккорд, аккорд фа, зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Далее к этой конструкции мы добавляем третью струну на втором ладу и получается ДМ. А вот ДМ мы будем играть только в проигрышах-вступлениях. В основном в куплете, в припеве играть его не будем. Далее у нас с вами идет аккорд G-M. Мы зажимаем первую струну на первом ладу. Далее зажимаем третью струну на втором ладу. И вторую струну на третьем. И последний аккорд, аккорд С7. Мы зажимаем с вами первую струну на первом ладу. Все вместе. Фа, ДМ, Джи, С7. И поэтому этот аккорд мы ставим таким образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой новый интерактивный сборничек по укулеле для начинающих и продолжающих. Где вся тебе нужная информация, написанная без лишней воды и виде картинок. А если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию этого сборника и как его приобрести по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь, как, что, где играть. Вариантов по правой руке множество. Вот я вам сейчас покажу несколько вариантов. Вы можете выбрать или создать свой, как вы будете это все аккомпанировать в правой руке. Начнем со вступления и проигрыша. Вариант вы можете просто играть. Раз-два-три, 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 раз-два-три. И этот проигрыш мы повторяем два раза подряд. Получается. То есть, допустим, у нас размер этой песни три четверти, как вальс. Раз-два-три, 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 раз-два-три. И на каждый раз играть какой-то аккорд ударом вниз. То есть 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, например, да? Или можете играть на 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Кому как удобно. Для особо прокачанных и продвинутых вы можете играть бас, ну, смотря какой аккорд. То есть бас, и на 2-3 делать третью, вторую и первую струну одновременно, то есть как бы щепок. И получится... С аккордами это получится так. Еще раз. То есть вот на аккорды М и Джи вы можете брать бас третью струну, запросто на аккорд Фа и Ци7 можете брать четвертую. То есть кому как удобно. То есть подытожим, как вы можете играть по правой руке. Или 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Или 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Или бас и щепок. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Разбор на укулеле. Теперь разберем куплет. В куплете у нас играется с вами два аккорда. Аккорд Фа и аккорд Ци7. Причем мы на каждый аккорд будем играть два раза подряд бой. А бой, какой вы выбрали, зависит от вас. Например. То же самое. Или попродвинутей. Далее у нас с вами идет припев. Припеве то же самое. На первую строчку мы играем два раза бой. А на остальные аккорды по одному. И получится. Или... Или... Ну или... Пусть эта елочка в праздничный час В каждой иголочкой радует нас Радует нас Далее после припева у нас опять с вами проигрыш. Второй куплет. Припев, проигрыш. И затем третий куплет. Припев и проигрыш. Будет выглядеть так. Елочка любит веселых детей. Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час С каждой иголочкой радует нас Радует нас Пошел прогрыш! Далее третий куплет. Елочка веткой зеленой махнет И словно в сказке придет Новый год Пусть эта елочка в праздничный час С каждой иголочкой радует нас Радует нас Вот песня и готова Теперь осталось ее только выучить и показать своим родителям Разбор на укулеле Сейчас мы будем с вами разбирать эту мелодию по табам Поэтому если кто до сих пор не умеет играть и не знает что такое табы То у меня на канале есть целый видос Где я пошагово все объясняю Поэтому обязательно сначала посмотри его И возвращайся сюда Ну а для тех кто уже умеет читать табы Погнали учиться играть эту мелодию Для начала разберем простую версию фингерстайла То есть там будет у нас только мелодия Как она будет у тебя звучать Первый кусочек будет играться так То есть мы играем три раза открытую третью струну Раз, два, три Далее зажимаем с вами вторую струну на первом аду Далее уже четыре раза открытую третью струну Получается То есть это слова Елочка, елка, лесной аромат Далее у нас с вами идет кусочек То есть сначала я играю два раза открытую четвертую струну Затем ставлю первый лад на второй струне Играю один раз Затем опять эту вторую струну уже открытую Затем я зажимаю третью струну на втором аду Далее опять возвращаюсь ко второй струне открытой Затем эту вторую струну я зажимаю на первом аду Играю два раза Далее опять зажимаю третью струну на втором аду Играю один раз И потом эту же струну только открытую То есть в медленном темпе Еще раз, получается. Обратите внимание, какими пальцами я играю. Не нужно играть все одним пальчиком. Это я не приветствую. Лучше скопируйте пальцы, которые ставлю я. Теперь давай вот эти два предложения вместе. То есть это у нас с вами был целый куплет, представляете? Елочка, елка, лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Разбор на укулеле. Далее у нас с вами идет припев. Мы начинаем с вами играть первую струну, открытую, три раза. Потом эту же струну мы зажимаем на третьем ладу. Играем тоже три раза. Затем играем открытую четвертую струну три раза. И вишенка на торте. Ставим первый лад на первую струну. Один раз. Все вместе. И последний кусочек припева. Мы играем сначала четвертую струну открытую три раза. Далее зажимаем первую струну на первом ладу. Играем три раза. Затем зажимаем вторую струну на первом ладу. Играем ее три раза. И вторую струну на третьем ладу один раз. То есть получается... И последние два такта. Играем третью струну открытую три раза. И вторую струну на первом ладу один раз. То есть... Давай полностью припев. А теперь все вместе в медленном темпе. Разбор на укулеле. Следующий вариант, как мы можем сыграть эту песню-мелодию. Это вариант по табам уже с аккордами внутри. Что это значит? То есть у нас есть основная мелодия, которую мы только что учили. И теперь в эту же мелодию мы встроим те аккорды, которые мы учили, когда мы играли вариант песни. Сейчас все покажу, как она у тебя будет звучать. И ты поймешь, о чем я говорю. Для начала, чтобы это все сыграть, нам нужно понимать размер. Размер тут три четверти, по-другому раз-два-три, 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 раз-два-три. То есть это размер вальса. Считаем до трех. Это нам поможет сейчас все выстроить по ритму. Мы начинаем с вами играть с открытой третьей струны. И к этому прибавляем на два-три аккорд фа. Кому как удобно. Можете играть щипком. Можете играть ударом вниз, как бой, как арпеджата. В общем, типа друг за другом или просто. Но вот единственное, если вы будете делать прям удар, будет звучать не очень. Поэтому или щипком, или... Понимаем. Поэтому первый так будет строиться следующим образом. Далее у нас с вами идет вторая струна на первом аду. Единичный. И также два-три аккорд фа. Получается. Далее мы с вами играем открытую третью струну. И вот в этот момент, пока мы играем открытую третью струну, нам нужно поставить на аккорд С7. То есть... Соединяем все это. Далее у нас с вами опять идет аккорд С7. Единственное, мы начинаем играть сначала с открытой четвертой струны. Только потом аккорд. То есть до этого мы играли... А тут мы сыграли открытую четвертую струну. Потом опять аккорд вниз. И вот тут вот дальше у нас идет с вами интересный ход. Обязательно вы проработайте отдельно. Мы начинаем играть сначала вторую струну на первом аду. Затем открытую. Затем играем третью струну на втором аду. Затем открытую вторую струну. И опять поставили на первый лад. То есть... Еще раз. Угу, отлично. Потом опять ставим аккорд Фа. И как бы к этому аккорду Фа достраиваем третью струну на втором аду. Как будто сейчас играем аккорд ДМ. Но мы не играем ДМ. Мы просто играем вот эту струну, которую достроили. То есть получается... Потом ее отпускаем. И опять играем аккорд Фа. Все вместе. Еще раз. Это у нас с вами был куплет. Давай теперь полностью от начала до конца только его. Затем у нас с вами идет припев. В припеве также сохраняется аккорд Фа. Сначала играем открытую первую струну. Затем два раза аккорд Фа. То есть раз, два, три. Далее мы зажимаем эту первую струну на третьем аду. Сначала сыграли ее отдельно. Затем все вместе с аккордом Фа. Два, три. Получается раз, два, три. Раз, два, три. Без раз, два, три. Дальше мы зажимаем вторую струну на третьем аду. И переставляемся на аккорд G, М. Но сначала мы играем только вот эту третью струну на втором аду. И только потом на два, три аккорд G, М. Давай еще раз. Полностью эти три такта. Дальше мы убираем все, кроме первого вот этого пальца, который мы уже держим на первом аду, на первой струне. Играем его отдельно. Потом удар. Два, три, на С7. То есть там-пам. Все вместе. Отлично. Далее опять повторяем конструкцию. Сначала ставим на третий лад второй струны. Отдельно ее играем. На два, три опять играем G, М. Потом опять идем на С7. То есть мы как бы повторяем ее два раза подряд. То есть... Без та-та. Дальше мы ставим вторую струну на первый лад. Сначала играем отдельно. Достраиваем аккорд Фа. Играем два, три. То есть... Дальше мы ставим третий лад на второй струне. И уже не будем достраивать G, хотя можно. То есть кому как удобно. То есть можете сыграть. А можете сыграть. Вот так вот будет пооригинальней. Дальше мы с вами играем открытую третью струну. Идем опять на С7. Играем два, три. И заканчиваем аккордом Фа. Давай еще раз. Чисто припеваем. Чуть медленнее. А теперь от начала до конца. Если тебе понравилось данный разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Может быть именно в следующем разборе мы будем учить твою хотелку. Кто знает. Не забывай, что ты можешь показать мне все свои укулеле старания. Выкладываешь в инстаграм любую песню и мелодию с моего разбора. И самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич. Чтоб я увидела, заметила и дала тебе обратную связь. Там же в инстаграме я каждый вторник в 6 часов вечера по МСК провожу прямые трансляции, где я вас обучаю. Прямо здесь и сейчас. Пользы немерено. Обязательно подпишись и приходи на прямые эфиры. Ну а если ты хочешь поддержать все мои труды и старания в финансовом плане, то все очень просто. Ты можешь приобрести мой сборничек или наклейки с открытками. Ну а также задонать мне любую сумму на Донаталерс или на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. За минуту получать клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok